Власть должна знать, над чем ей работать. Под этим девизом прошла проверка. Цель выявить проблемные адреса. Например, в МФЦ на Кондратьевском проспекте колясочник может попасть только со служебного входа. При помощи вот такого пандуса. Хотя и там понадобится сопровождающий. Ещё одно разочарование – туалет для маломобильных граждан. Он есть, но воспользоваться им сложно. В остальном претензий нет. Представители Центра Госуслуг согласились с замечаниями. Правда, заверили, что устранить недостатки смогут не раньше 2017 года. Запланирован ремонт косметический, где как раз будет включено и модернизирован главный вход с пандусом. Служебный вход будет немножко изменен, потому что тоже есть проблемы в открытии дверей, чтобы было бы доступнее. И, соответственно, туалет тоже планируется немножко изменить, потому что есть предписания, которые подрядчики не выполнили, и, соответственно, устраним все недостатки. Примечательно, что такая доступность была предусмотрена изначально по проекту здания. Аналогичная проблема и у пенсионного фонда по соседству. Солидный на вид пандус имеет уклон чуть выше, чем необходимо. Вдобавок нет кнопки вызова персонала. По сообщению руководителя планируется капитальный ремонт в следующем году, где все вот эти недочеты будут устранены, и все будет сделано в соответствии с требованиями законодательства. Кнопочку обещали сделать в этом году. Администрация будет контролировать процесс. Всего осмотрели 18 объектов, отметив как минусы, так и плюсы. Результаты обхода проанализируют, итоги подведут на заседание в администрации. До конца года аналогичные проверки пройдут во всех муниципальных образованиях Калининского.